Друзья, всем привет! Сегодня хочу вам показать, вот как мы готовились к нашествию. И хочу поговорить с вами о том, как помочь Южному саду пережить вот такие ужасные температурные качели, которые у нас в последнее время уже становятся, можно сказать, нормой. Вот вчера у нас было плюс 13 градусов. Смотрела на градусник. Градусник, кстати, не на солнце висел. И вот такая была яркая, солнечно-теплая погода. Сегодня у нас плюс 2, обещают. Выпал ночью снег. И на ночь стоит минус 9. Ну, первое, что я вам хочу сказать, друзья, что я успела сделать, это проконтролировать прогнозы наших синоптиков и отследить эти качели. Температура до позволяла сделать обработку сада препаратом эпин. Я сделала, и даже 2 обработки я успела сделать. И в течение этих теплых дней растения получили антистресс. И это тоже очень важно. Особенно, когда мы говорим о южных культурах, о вечно зеленых культурах, о лиственных культурах, таких как магнолий крупнолистные, о фатиниях. Вот очень важно. Кипарис тоже сделала обработку. Ну, на самом деле, я пробежалась по всему саду. Раствор был готов. И поэтому, в принципе, все растения получили. Сейчас покажу, что делала дальше, что делаю. И как вообще себя вести в такой ситуации. Насколько удобно для любителей всякой, конечно, экзотики, вот такой парничок. В принципе, легко сделать, довольно несложный в конструкции. И он очень спасает, просто очень. Вот смотрите. Первое, что я, конечно же, делаю, когда ожидаю заморозков, это то, что еще не посажено, то, что докуплено у меня зимой. Вот, видите, открыла дверь, сразу упала температура. Вот показывает 5 градусов. И тут же включился обогрев. Прямо онлайн вам показываю. Вот сразу я начинаю все заносить сюда. Здесь в грунте растет только камелия. Все остальное – это растения, которые я выращиваю в горшках. Кадочные. Олеандр. Падоб вот, Мучигарен или Стивенс. Видите, кстати, как хорошо отреагировал на обработки эпином. Еще обрабатывала его препаратом, который называется живая вода. Вот камелия. Камелия, кстати, друзья, готовится цвести. Поэтому уже очень скоро порадует нас своим цветением. Обязательно сделаю вам видео, покажу. Здесь также магнолии, которые я поздно получила с оптхозой. Тоже не решилась их сажать. Вот все великолепно себя чувствует. И, конечно, вот так вот ужас, как рукавичка. Приходится помещать сюда фатинию на штамбе. Она большая. Вообще планирую на следующий год, наверное, еще один парник поставить или что-то побольше. У кого есть теплица, вообще великолепно. Но если нет такой вариант, это очень здорово. Араукария здесь у меня, вот фатинии, цикос, лимон мейера. Вот за эти растения я вообще не переживаю. У них не будет качелей температурных. Они будут даже в таких хороших теплых условиях в парнике пережидать. Потом все вынесу опять на улицу. Все будет стоять. Парник, видите, с большой дверью. Все будет дышать, проветриваться. Все замечательно. То есть накануне заморозков, конечно, все быстренько заносится, затрамбовывается. Сейчас закрою дверку и будет оно там в тепле, в хороших условиях ожидать потепления. Обязательно ставлю какие-то каркасы над молодыми растениями, которые может поломать действительно снегом. Вот у меня здесь криптомерия. Видите, она такая довольно тоненькая. Это сикан. Поэтому я ставлю над ней вот так каркасом столик. Она не боится таких похолоданий, но чтобы ее, не дай бог, не сломало снегом. То есть вот такой контроль. Дальше. Как бы для нас, Южан, это не было красиво. И обязательно стряхиваю весь снег. Насколько это возможно. Но вот снег мокрый. И уже, видите, произошло обледенение. Вот это самое не очень хорошее. Так что, если есть возможность, и мы только видим, что начался снег, ну, хорошо бы выйти в сад, погулять и постряхивать это все дело. Вот теперь, видите, все примороженное. И стоит вот так с обледенелыми листиками. На мой взгляд, это не очень хорошо. Вот криптомерия Вилл Марин. Над ней каркас еще не поставила. Вот она тоже вся обледенела, видите, снег. Ну, нам обещают еще снег, и я думаю, что ее просто закроют полностью. Вот также здесь у меня криптомерия. Тоже вся в снегу. И тоже снег уже примерз к ней. Не знаю, надеюсь, что может быть потеплеет. А у Куба тоже, видите, вот все. Заморожено. Но так как температура плюсовая, лист она не опустила. Вот сейчас буду гулять по саду. И буду вот так, в принципе, отряхивать, насколько это будет возможно, каждое растение. Вот над динжер тоже стоит каркас, видите, чтобы не завалило. И вот таким вот волшебным образом накрыла свою магонию, засыпала полностью ведро соломкой. И вот так вот ее закрыла, чтобы она не обмораживалась. Но минус 15 вот так она прекрасно выдержала. Вот так вот выглядят кипарисовики, которые тоже все полностью в снегу, их разваливает. Я не связываю практически растение, потому что снег стоит недолго. Предпочитаю просто их обтряхивать. А вот здесь, под ведром, сейчас покажу вам, цветет, продолжает цвести морозник. Вот такой красавец. Ну, минус 15 он уже пережил кратковременно с цветением. Поэтому я за него теперь сильно не волнуюсь. Единственное, закрываю, чтобы его не сломало снегом. А вот в снегу, засыпанная полностью снегом, стоит криптомерия Серама. Но она тоже уже в снегу переживала заморозки. Прошлогодние посадки все криптомерии, которые уже вторую зиму зимуют, я не укрываю. Вот сейчас покажу вам магнолию Ферруджину. Вот она стоит, моя красавица. Сегодня утром я на нее поставила вот этот каркас. С целью защитить ее от снега. Она была уже, правда, вся в снегу. Снег потихонечку тает на ней. Что-то я стряхнула. По идее, можно не ставить. Но вот у меня осенняя посадка, я все-таки подстраховываюсь. Температура в парнике без отопления никак не поменяется. Я уже об этом говорила, рассказывала. Но она будет закрыта от снега и она будет закрыта от ветра. Если опустится температура до минус восьми, минус девяти и поднимется ветер, то она будет ощущаться для растений еще сильнее, еще хуже. Будет такой эффект выдувания, вымораживания листьев. Поэтому вот пока первый год, первая посадка. Я вот так ее спасаю от ветра. Конечно, сад смотрится сказочно и очень волшебно. Снег мокрый, такой тяжелый, но очень красиво ложится. Покажу вам немножечко. Для нас это необычные такие картины. С одной стороны, красиво сказочно. С другой мы понимаем, что это кратковременно. Вчера было, еще раз повторюсь, очень тепло. Плюс 13 было сухо, было солнечно. Можно было бы, конечно, вчера. Надеть свои чехлы, закрыть растения. Но я даже не могла предположить, что снег выпадет ночью и будет такой контраст. Видите, температура плюсовая. И вода, конечно же, и снег подтаивает. Подтаивает и налипает. Вот вернула все свои чехлы. Здесь у меня стоит магнолия фейри блаж. Два на ней таких чехла. Один тканью я ее завернула. В шестидесятых два слоя сложенный сверху такой пингвинчик. Вот в этом конусе стоит у меня магнолия грандифлора литл джем. Она тоже уже переносила все эти заморозки. Все прекрасно. Японские клёны я не укрывала. Вот он стоит весь в снегу. Единственное, что вот здесь свернуло немножечко вот эту защиту для труб. Просто прикрыло начало растения. Вот такая вот зимняя сказка сегодня. Все такое красивое-красивое. Красивее всех, кстати, наверное, из деревьев. Вот смотрится лещина. Ред маджестик у меня, видите, змеевидная форма такая, закрученная. Вот какая красота. Сережки на ней. Снег подчеркивает все ее изгибы. Возвращаемся к защите нашего сада. Что мы еще можем сделать, как помочь, как я помогаю? Я обязательно проливаю свои растения, особенно южные. Если будет сильный мороз и будет опускаться температура, вот показываю вам Барбарис Юлиан. Очень колючий сейчас. Буду прогуливаться палочкой. Я тряхну весь сад. То у него корневая должна быть хорошо пролитая у всех растений. Тогда им легче будет перенести вот этот заморозок. Вот смотрите, китайский барриегата. Какой красавец. Развалила его, правда, снегом. Снег продолжает идти. Так вот сказочно светится мой парничок. Так что, друзья южане, берите себе на заметку, ставьте себе парничок. Вам будет легче. У вас развяжутся руки, можно будет выращивать, допустим, даже какие-то цитрусовые культуры, вот как лимончик, например, мэйра. В планах есть еще мандариновое деревце посадить в контейнер. То есть в таких условиях можно вот эти южные растения прекрасно зимовать. И по затратам по электроэнергии это очень, в принципе, бюджетно. Потому что, ну, у нас не так много таких морозных дней. Поэтому, ну вот, были у нас три дня без разморозки. Он у меня, можно сказать, не выключаясь, светил всего один день. То есть по затратам это лампочка двухсотка и вот кабель теплого пола. Все остальные дни парник практически даже ночью не включался. То есть температура не опускалась там даже до 5 градусов. Ну, буквально в самые холодные дни, может быть, час светился парник. То есть это не затратно. Но очень хорошо руки развязывает в плане экзотических растений. Вот здесь сейчас накрыла нандину. Тоже она стояла у меня вся в снегу. Снег лепил так, что я ее обтрусила. Пошла за тканью, за чехлом. Пока я пришла, она опять стояла полностью в снегу. А вот какая красавица сосна Винтерголд. Тоже вся заснеженная, заснеженная. Вот лагерстремия стоит у меня закрытая, карликовая. И вот закрытая лагерстремия, которая высокая. Вот пробую в этом году тоже. Это просто защита от ветра, от вымораживания почек. Надеюсь, что с берегу. В прошлом году она у меня отрастала заново. И одна, и вторая. Вот посмотрим, получится ли у меня ее спасти. И вообще, конечно, красиво смотрится сад в снегу. Так прямо по-праздничному, по-зимнему. А вот малыши мои как засыпались. Кипарисовики. Заснежились. Ой, боже. Вот так сейчас будем их спасать. А вот японский клён. Эмеральд Лейс. Тоже ой-ой-ой. Весь замороженный. Вот гептокодиум. Все прекрасно. Я его не укрываю. И в прошлом году я его тоже не укрывала. Хотя была прошлогодняя посадка. Гептокодиум. Прошлую, даже более сыровую зиму нормально перенес. Посмотрим, какая будет эта зима. Вот зимует он без укрытия. А вот Клородендрум Бунги. Кстати, вчера буквально рассматривала почки на нем. Хотя говорят, что вот он отмерзает в нашем климате и отрастает заново. Ну, не знаю, наблюдаем, как он себя поведет. Коты мои гуляют. Смотрите, как зимой злаки, конечно, декоративно смотрятся. Особенно вот холодные регионы, где они стоят в снегу. Правда, смотрю в инстаграме у девочек сады. Там сантиметров, наверное, 30-40 снега. Уже все, наверное, сравнялось. Вот мой новогодний кипарис Аризонский. Тоже весь стоит заснежен. И в прошлом году, когда были сильные морозы, сильный ветер, я его заматывала. Там есть старые видео прошлой зимы. В этом году нет. Он уже два года растет. И уже он у меня зимует в естественных условиях. Шалфей стоит весь заснежен. Вот натканец. Красавец. Натканец я уже сегодня обтряхивала один раз. Но он опустился. Что касается еще вот этих препаратов эпин. Многие боятся, что он может растение, особенно вечно зеленое, пустить в рост. Но вы знаете, вот у нас, в принципе, такая погода стоит, плюс 13, плюс 14. Даже в один день было плюс 16. Что тут без всякого эпина. Все запросто опускается в рост. Вот видите, фатиния. Фатинию не укрыла. Вот молодые листья на ней. Она полностью распустилась. Поэтому я считаю, что в этой ситуации эпин просто как антистресс подействует. И растение легче перенесет этот заморозок. А вот смотрите, друзья. Цветущий сад в январе называется. Цветут цикламены. Цикламены, луковичные. Все, конечно, взошло. Все тронулось в рост. Но по поводу луковичных я пока тоже сильно не переживаю. Так как они, в принципе, довольно холодоустойчивые. Они же ранней весной цветут. Допустим, крокусы, нарциссы. Но они сейчас вот этот заморозок под снегом переседят нормально. Вот лишь бы не расцвели в феврале. Видите, как красиво все. Кедр заснеженный стоит. Туи. Туи тоже стараюсь обтрусить. Потому что развалит их. Вот ленкаранка. Это летний шоколад. Тоже закрыт от ветра. Развалила кайзуку. Красиво, конечно, все смотрится. Даже сосну смотрю. Вон на берегу развалила. Хотя она очень плотная. Гинго я не укрываю. Оно так и зимует у меня. Кедр гималайский. Тоже стоит в снегу. Книфофия. Вот видите, следы такие. Книфофия зимует с листом. Как юбки. Вечно зеленая. И посмотрим. На одной подморозила немножко листья. Но я их потом весной подстригу подмороженные. Вот так тоже в снегу. Снег продолжается. Небо такое пасмурное, снежное. Тую развалила. Так что вот получается все, что мы можем сейчас делать уже. Это только обтряхивать этот снег. Конечно, уже сегодня и в день перед заморозком. И когда понижается температура, уже обработки антистрессами нам не помогут. Так как они действуют при плюсовых температурах. Что мы можем сделать теперь, если не было, допустим, у вас этих обработок? То после того, как весь этот снежный плен закончится, температура выровняется. И у нас опять поднимется. Я думаю, поднимется опять. И будет и плюс 10, и плюс 13. Можно сделать будет обработку эпином. Чтобы помочь растению выйти из этого стресса. И я, несмотря на то, что я уже делала эти обработки, когда выровняется температура, я сделаю еще. Что еще вам могу сказать, друзья? По поводу вот этих температурных качелей. Я сделала еще, успела сделать обработку сада препаратом ракурс. Так как на соснах я увидела шутты. Увидела на Карстенс Винтерголд пару иголочек пораженных. Удалила. На Гринтауэр увидела. Мне тоже не понравилась там зона. Поэтому, когда было плюс 16, я провела обработку полностью всего своего хвойного сада ракурсом. И день был теплый, солнечный. Не было дождя. Поэтому для ракурса достаточно даже 2 часа. Если 2 часа не будет осадков, то он уже подействует. Главное, чтобы была температура. Еще что планирую? Планирую еще зимой сделать обработку хорусом. Сейчас пройдет вот это все. Зимний сон этот закончится. Температура выровняется. И сделаю обработку хорусом. И по листопадным растениям, и по плодовым обязательно. Потому что такие скачки, такая влажность воздуха. И это очень хорошая среда для развития грибных заболеваний. Поэтому приходится держать руку на пульсе. Друзья, готовлю вам видео. Писала пост в инстаграме, писала в сообщество. Если вам интересно, можете задать мне вопросы. Пишите в комментариях. Для меня январь – это такой значимый такой месяц. Так как в январе, в прошлом году, вышло мое первое видео на канале. Каналу в январе исполняется год. Поэтому решила поговорить с вами. Решила ответить на вопросы, которые вам интересны. Что вам интересно знать о саде, о погоде, о семье. В общем, если есть желание поговорить. Либо вам что-то полезно знать. Или просто интересно, любопытно. Пишите. Отвечу на все ваши вопросы. На те, которые уже задали. Так что выйдет такое видео в новом формате. Будем с вами разговаривать. Буду отвечать на ваши вопросы. На этом прогулку по саду заканчиваю. Всем мира добра. Спасибо за просмотр. И до встречи в саду.